Друзья, всем привет! Сегодня будем разбирать очень волнующий для меня вопрос. И разбирать будем не только в моем лице. Мы этот вопрос решили, когда съездили на завод Политек. Чтобы у вас было понимание, с кем я советовался по поводу того, что труба у меня лежит в стяжке, завод Политек выпускает полимерные трубы и фитинги под торговыми марками Политек и ТПК Аква. Самое главное, что они производят полипропилен, о котором мы сегодня будем говорить. И компания работает уже более 20 лет у нас, собственно говоря, в городе Тула. Самое главное, за 2022 год было произведено 7 миллионов метров полипропилена. И у них достаточно очень качественная продукция. Можете посмотреть в цифрах, сколько они производят. Это безумные какие-то для меня цифры. А вот у них ассортимент основной. И вот как раз полипропилен есть СДР-6, 7,4, 11. И, соответственно, ПН-25 и диаметр от 20 до 110 диаметра они производят. То есть армированный, не армированный, все это. Есть армированный стекловоладном и без армирования. Один из очень интересных моментов, который я узнал, это то, что некоторые производители используют металл для закладной недолжного качества. Здесь же производится из латуни. Для меня это, кстати, было открытием. Я даже в это никогда не вникал. Специальная латунь, то есть ЛС-59-1. То есть все по ГОСТам, водоснабжение и отопление. В общем, завод производит огромное количество трубы полипропилен и фитингов. И достаточно качественных. Потому что у меня уже лет, наверное, 10 точно лежит один закуп был именно трубы Политек. И у меня на объектах заложено этого полипропилена, ну не знаю, ну не один десяток километров это точно. Мне, честно говоря, было очень страшно, потому что я ехал и думал, мне сейчас скажут, да все, у тебя там лет через 10 это все лопнет. Хотя вроде как все стоит и я не знал, что мне скажут специалисты. А вы сегодня узнаете. И, кстати, если вдруг у вас останется какой-то вопрос, вы можете зайти на мой сайт Грамотный Сантехник. Здесь вы можете почитать обо мне, посмотреть мои работы, услуги и так далее. И если вдруг вы хотите научиться обслуживать, ремонтировать газовые котлы, заниматься монтажом сантехники, в том числе монтажом полипропилена, то вы можете, например, приобрести курс Грамотный Инженер, сейчас он еще по акции Новогодний идет, Грамотный Инженер 9900. Здесь мы полный комплекс, то есть выдали информацию полностью по отоплению, по водоснабжению, котельному оборудованию и самое главное, как на этом зарабатывать. Не просто, что вы там вот там делаете такой-то радиатор, нет. То есть здесь прям четко на уклон идет на заработок, но при этом здесь есть абсолютно вся информация. В общем, о данном материале вы можете узнать на сайте, ссылочки все будут, естественно, в описании. После прохождения материала вы получаете сертификат, поддержку в чате мастеров, там больше уже 205, по-моему, что ли, мастеров. И, соответственно, вы можете спокойно туда попасть. Здесь можете посмотреть отзывы реальных учеников, те, кто к нам на практику, например, приезжали и так далее. В общем, если будет интересно, все ссылочки есть в описании и подсказка в правом верхнем углу экрана. Поехали! Самый важный вопрос. У меня смонтировано 400 объектов и мне в комментариях на ютубе пишут, он у тебя лопнет, треснет. Вот ну не скажите, когда она треснет. Когда она лопнет? Когда рванет тоже. Она залита в стяжку, она в утеплителе, варил сам я и отец 20 лет назад, пока не рвануло. Но когда? Когда же она рванет? Почему об этом говорится и, наверное, будет говориться? Все же обусловлено ГОСТами и, соответственно, техническими условиями. А также сводами правил. Правила по монтажу, по проектированию. И на сегодняшний момент то, что прописано нашими государственными стандартами, то есть в них прописаны все эти моменты. То есть на сегодняшний момент трубы производятся по 32-415, соответственно, СНИП, в котором прописано, что не рекомендуется. Не рекомендуется укладывать по какой причине, то, что в стяжке могут выйти элементы, которые ее повредят. То есть это какие-то металлические включения и все остальное. То есть это некая перестраховка, да, получается? Да, нанесут повреждения для этого. Потому что полипропилен, он, соответственно, вводится механических повреждений. И везде, во всех, скажем так, в ГОСТах, СНИПах, в правилах, в своде правил прописано то, что его нужно защитить от механических повреждений. Так же, как и нельзя укладывать, соответственно, трубу с механическими повреждениями. Согласен. Ну вот, то есть конкретно, ну я уже и в книге это написал, то есть мне бы как это, людям-то, честно сказать, ребят, можно или нельзя? Ну, смотрите, у меня какая технология в голове? Все же очень просто, то есть нужно изолировать саму трубу от таких механических воздействий, правильно? Ну, допустим, толстостенный утеплитель. Ну вот не было проблем. Там обычно как? Там же, ну, графики эти все меняются, да, и меняется все зависит от того, какое количество времени труба простоял под определенной температурой, там, 60-70 градусов. Это же все комбинируется. И потом считается итогом, да, то есть 50 лет служба ее сложена из идеальных условий. Ну, ведь в жизни такого не бывает. С чего это все пошло? Это же идет из материала, из которого вытаживаете эти трубы. Этот материал предоставляют, ну, несколько крупных производителей. Сейчас в России в основном, да? То есть рандом, который, да? Ну, какой же рандом, да. Это единственный марк, который массовый в России, и все из нее избиртавливают. И исходя из условий эксплуатации, из условий характеристик этого материала, устанавливаются и характеристики продукции. Ну, все понятно. В общем, вы не можете же сказать, ребят, ложите в стяжку, все нормально. Это только я могу сказать. Тут понятно все. На самом деле, после разговора я еще больше убедился, что трубу можно с наименьшим риском укладывать в стяжку. По причине тысячечасовых испытаний, то есть каждая труба, каждый фитинг проходят в сертифицированной лаборатории, испытания двух-, трех-, четырехкратное давление и температуру. Есть там тысячечасовые испытания, ну, то есть это где-то 40-43 дня. Есть тысячечасовые испытания, она стоит при температуре 95 градусов, ну, зависимость от толщины стенки, примерное давление, там, порядка 13 бар. Вот 95 градусов, 13 бар, тысячечасов она выдерживает. Ну, то есть, например, тот же фитинг, скажем так, компрессионный фитинг, да, компрессионный фитинг, он у нас с вами производится по 32-415, к нему требование, там, 3,3 ПН, да, это для ОМ-полимера. То есть, если у нас на фитинге написано давление ПН-16, то есть 16 в атмосфере рабочий, то испытывается он при 3,3 ПН. То есть мы 3,3 умножаем с вами на 16, получаем примерно 52. Ну, почти в 60. Ну, ладно, вот ты пришел. 60 на 1, да. Это стоит, как бы, система, ну, а требования к трубам ниже, сами, понимаете, потому что она рассчитывается, там, по формуле, зависит от толщины стенки. Здесь, примерно, по СДР-11, там, где-то 33 очка. Ну, то есть, если обобщить, и колхозным языком я скажу, что ничего с вашей трубой не будет, если она 90-120 градусов, в течение даже часа-двух ничего с ним не случится, тем более стяжки. Я еще хотел сказать про взрываем, да, то есть мы испытываем ее, испытания проходят. Так. Все, прошли, зафиксировали. Так. Ну, что, давайте дальше поднимаем, поднимаем. У нас установка, она до стамбара рассчитана. Нет, ну, на 160, ну, 120, ну, чтобы не носил, 120 максимальное давление. Почему? Говорю, что... А мы пытаемся, вот, чтобы она реально где-то взорвалась, там, и на ста, там, ну, вот так примерно взорвается уже. Ну, да, я... А эластичный разрыв, не взрыв. Ну, понятно. Эластичный разрыв, это вот просто, то есть... Ну, просто... Маленькая розочка. Ну, понятно. Но в бытовых системах откуда-то от стопа? Это вообще невозможно. Конечно, нет. Вот, у нас там все котлы рассчитаны на три максимума, то есть там сброс идет уже. Вывод. Друзья, да, конечно, полипропиленовую трубу укладывать в стяжку по всем ГОСТам, стандартам, там, сертификатам не рекомендуется. По причине тысячи часовых испытаний под большим давлением, большой температурой, получается, что с этой трубой на практике ничего не происходит. И ГОСТы постоянно меняются. И постепенно мы, скорее всего, придем к тому, что полипропилен будет разрешен к скрытому монтажу, и все будет работать как положено, и уже будут какие-то, скажем так, официальные документы, по которым мы можем укладывать данную трубу в стяжку. Пока их нет, но из практики могу сказать, что сколько бы лет, вот я не работал, я уже 16 лет работаю, укладываю проблем с полипропиленом. Если вы возьмете качественное, например, да, вот как Политек, которые следят за своей продукцией, у них есть сертифицированная лаборатория, которая может все это проверять под давлением и так далее. Вот таким ребятам я доверяю. Ну и, соответственно, если качественный будет материал, и руки будут расти из того места, которого надо, и, соответственно, с трубой в стяжке ничего не будет. Всем отличнейшего настроения, счастья, здоровья, любви. Надеюсь, я был для вас сегодня полезен. Всем огромнейшей удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok